Так, тогда начнем. Вот, тему сегодняшнего урока вы видите на этом слайде. Вот, но перед тем, как мы к сегодняшней теме перейдем, я еще скажу пару слов по предыдущей теме, вот, когда я рассказывала про иммунитет. Вот, иммунитет, как защитная система нашего организма. Вот, я рассказывала про защитные клетки. Вот, я рассказывала про защитные реакции нашей крови. Вот, но до того, как патогены попадут к нам в кровь, вот, их встретит первый защитный барьер нашего организма. Это кожа. Вот, мы про нее будем в этом году чуть-чуть позже говорить. Вот, как покровный орган. Вот, сквозь кожу проникнуть достаточно проблематично. Вот, она у нас полотная. Вот, это ее функция такая. Вот, ограничивать и не допускать проникновения того, кого не нужно. Вот, кроме того, на поверхности вещество потовых желез для патогенов, для болезнетворных организмов ядовито. Вот, это тоже защитная штука. Вот, кроме того, вы, может быть, знаете, что на поверхности нашей кожи живут полезные бактерии. Вот, мы тоже про них будем говорить, когда у нас будет тема покровных органов. Вот, наша полезная микрофлора. Вот, наши полезные бактерии, вот, к которым мы привыкли, вот, которые приспособлены к тому, чтобы жить с нами. И мы приспособлены к тому, чтобы жить с ними. Вот, и это самая ручная наша микрофлора. Вот, ей у нас хорошо, и она постарается не допустить, чтобы кто-то еще из чужеродных микроорганизмов, вот, там поселился. Вот, она охраняет свою среду обитания, вот, и, соответственно, не позволяет другим болезнетворным микроорганизмам там поселиться. Кроме того, у нас в ротовой полости, вот, слюна, это не только пищеварительный такой вот механизм, это еще и защитный, потому что в слюне и в слезах содержится лизоцин. Тоже об этом мы будем говорить позднее, когда соответствующие темы будут. Вот, но сейчас скажу, что это тоже защитные, достаточно сильные вещества. Вот, вещество лизоцин разрушает, стенку бактерий и, соответственно, тоже не позволяет проникнуть патогенным микроорганизмам. Вот, и, наконец, вот, даже если, соответственно, патогены выдержали этот лизоцин, в желудке у нас концентрированная, достаточно соляная кислота, вот, которую тоже мало кто из патогенов выдержит. Наш желудок приспособлен к тому, чтобы вот там была вот эта вот сильная кислота, вот, стенки нашего желудка защищены, а вот для болезнетворных микроорганизмов, вот, это достаточно губительно. Вот, но, опять же, наши защитные системы, к сожалению, не всесильные, вот, если слишком большое количество патогенов проникнет, вот, то они, к сожалению, смогут выжить, вот, поэтому помнить про элементарную гигиену стоит, вот, но если эту элементарную гигиену соблюдать, вот, то какие-то фоновые, проникновения патогенных организмов, вот, наш иммунитет вполне себе выдержит. Вот, это что касается предыдущей темы, вот, а сейчас мы переходим к сегодняшней. Система органов кровообращения, вот, и заодно в целом транспортные системы нашего организма. Вот, на этой картинке вы видите схему кровообращения, вот, как она у нас устроена. Вот, а транспортные системы нашего организма – это кровеносная и лимфатическая системы. Они взаимосвязаны и они дополняют друг друга. Вот, значит, органы кровеносной системы, опять же, здесь на картинке. Вот, система органов кровообращения состоит из сердца и кровеносных сосудов, артерий, вен и маленьких капилляров. Вот, сердце работает у нас как насос. Оно перекачивает кровь по сосудам, вот, выталкивает кровь в крупную артерию, аорту. Вот, потом кровь расцветляется на более мелкие артерии. Вот, и по артериям кровь бежит к нашим органам, тканям, клеточкам. Вот, чем дальше от сердца и тем, чем ближе к органам, тканям, клеточкам, тем сильнее расцветвляются артерии. Опять же, это на рисунке, в общем-то, видно. Вот, крупные сосудики, вот, близко к сердцу. Вот, и такие вот мелкие-мелкие расцветвляющиеся, вот, получаются в тканях, в органах. Ручки, ножки, вот, внутренние органы, вот, мы видим, что сосудики у нас ветвятся. Вот, они расцветляются, вот, они становятся меньше. Вот, и, наконец, ветвятся, ветвятся все более-более мелко, образуют тоненькие сосудики-капилляры. И в капиллярах уже происходит обмен веществами, вот, между кровью и клеточками, тканями нашего организма. Вот, из капилляров, из крови кислород попадает в клетки и ткани нашего организма. Вот, вот, эти же клетки и ткани отдают крови углекислый газ, переработанный, вот, ну, и еще, соответственно, другие вещества, вот, которые больше не нужны. Вот, и дальше кровь начинает течь по венозным капиллярам и двигается уже от вот этих вот клеточек, от тканей к сердцу. Вот, они уже не ветвятся, они, наоборот, собираются в более крупные сосуды. Вот, это тоже видно на картинке. Вот, синенькие, синеньким цветом показаны вены, красненьким цветом показаны артерии на этом рисунке на слайде. И вены, вот, опять же, сливаются из мелких в более крупные, возвращаются к сердцу. Вот, дальше идет, соответственно, следующий круг кровообращения от сердца. Вот эта вот венозная кровь, в которой мало кислорода и много углекислого газа, она поступает в легкие. Наши легкие органы дыхательной системы, вот, про которые мы тоже поговорим в этом году, через несколько уроков. Вот, опять же, в легких сосудики ветвятся, вот, опять же, образуют капиллярчики, и в легких происходит, опять же, газообмен. Вот, только уже кровь отдает углекислый газ, который мы выдыхаем, и забирает кислород, который мы вдохнули. Кровь снова оказывается насыщенной кислородом. Из легких, вот, она возвращается обратно к сердцу, вот, и снова кровь, насыщенная кислородом, готова идти к нашим тканям, к нашим органам, к нашим клеточкам. Вот, так вот, циркулирует, опять же, кровь в организме. Вот, кровеносная система человека, вот, как и, в общем-то, всех позвоночных животных, замкнутая. Вот, то есть, циркулирует, опять же, кровь именно по сосудикам. Она из сердца не выливается просто так в полость нашего тела, вот, как у примитивных, низкоорганизованных других животных. Вот, и между кровью и клетками тела, вот, обычно имеется барьер такой, стенка кровеносного сосуда. Вот, я еще уточню, что артерии, вот, это сосуды, которые несут кровь от сердца, а вены сосуды, которые несут кровь к сердцу. Вот, вот, а вот артериальная кровь, это кровь, насыщенная кислородом, венозная кровь, насыщенная углекислым газом. И вот, если вы повнимательнее посмотрите на этот вот рисунок, вот, то вы увидите, что, значит, Ну, цифрой 1 показана аорта, это крупная артерия, она красненькая. Вот, а цифрой 3 показана легочная вена, вот, цифрой 2 показана легочная артерия. Вот, вот, если приглядеться, если увеличить этот рисунок, мы увидим, что легочная артерия показана синим цветом, а легочная вена показана красным цветом. Вот, это не случайно, вот, потому что, опять же, легочная артерия несет кровь от сердца к легким, легочная вена несет кровь от легких к сердцу. И получается, вот, такой, что называется, лингвистический каламбур. Вот, потому что легочная артерия несет венозную кровь. Опять же, я говорила, что к легким кровь идет насыщенная углекислым газом. Вот, а насыщенная углекислым газом называется венозной. Несмотря на то, что, опять же, ее несет артерия, потому что артерия – это сосуды, которые идут от сердца. Ну, вот так вот исторически сложилось. Да, вот, все сосуды, идущие от сердца, называются артериями, независимо от того, насколько насыщенная или ненасыщенная кислородом кровь там идет. Так принято. Вот, артерия – это кровь от сердца. А вот артериальная кровь – это насыщенная кислорода. Поэтому такой вот каламбур получается. Вот, легочная артерия, вот, а кровь венозная. И наоборот. Вот, соответственно, в легких произошел газообмен. В легких кровь насытилась кислородом. Вот, по вене пошла к сердцу, потому что все сосуды к сердцу называются венами. Вот, а кровь артериальная, потому что насыщенная кислородом. Ну, вот так вот. Вот, в науке бывают такие не совсем корректные термины. Вот, и это, наверное, тот случай, где легко запутаться. Вот, но нам с вами самое главное, вот, что, опять же, от сердца, вот, кровь, насыщенная кислородом, идет ко всем-всем-всем органам, тканям, клеточкам, опять же, отдает кислород, забирает углекислый газ, прибегает обратно в сердце. Вот, потом из сердца идет в легкие, в легких отдает углекислый газ, насыщается кислородом, возвращается в сердце. Круг замкнулся, точнее, два круга. Вот, говорят, что, опять же, у человека, у позвоночных животных, у всех, два круга кровообращения. Один круг называется большой, вот, потому что от сердца ко всем органам, вот, большой круг, большой путь, вот, это кровь, насыщенная кислородом, вот, круг начинается в крупной артерии аорте, вот, и завершается в вене, когда, опять же, кровь вернулась обратно в сердце. Это большой круг и малый круг кровообращения в легких, вот, когда, соответственно, обедненная бескислородная кровь, вот, побежала в легкие, углекислый газ отдала, вот, кислород забрала, вернулась обратно в сердце для того, чтобы бежать по большому кругу. Вот, 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 в сердце из легких вернулось, малый круг кровообращения замкнулся. Вот, большой круг кровообращения до органов, вот, малый круг кровообращения до легких. Вот, это что касается, опять же, циркуляции крови. Вторая транспортная система нашего организма, это лимфатическая. Вы видите, опять же, на этой картинке, вот, под цифрой 4 отмечены такие вот желтенькие лимфатические сосуды. Вот, вот, они собирают лимфу тоже от наших клеточек, от наших тканей, вот, и в лимфе, в лимфатических сосудах, в лимфатических узлах, вот, жидкость нашего организма очищается от, опять же, болезнетворных патогенов, вот, болезнетворных микроорганизмов, вот, и впадает в итоге, мы видим с вами тоже на этой рисунке, если проследим за вот этим вот желтеньким тяжиком, вот, этот тяж на рисунке расположен справа, вот, отмечен цифрой 4, вот, и впадает в итоге в вену. А на этой картинке мы посмотрим поподробнее. Как устроена лимфатическая система? Вот, мы с вами на прошлом уроке уже говорили, что, в принципе, кровь, лимфа и тканевая жидкость друг с другом связаны, вот, и образуют, опять же, внутреннюю среду нашего организма, вот, и они друг с другом взаимосвязаны и циркулируют вместе. По сути, когда кровь находится в кровеносном сосуде, когда жидкость находится в кровеносном сосуде, она называется кровью, сквозь стенки капилляров, именно сама жидкость, сама плазма крови может выходить, вот, и подходить к нашим клеточкам. Когда вот эта вот плазма крови, когда жидкость сквозь стенки капилляров выходит, соответственно, из кровеносных сосудов, она начинает называться тканевой жидкостью, вот, потому что кровь у нас внутри сосудиков, вот, а та жидкость, которая вышла вовне, получается, ну, точнее, внутрь нашего организма, вот, которая омывает клетки ткани, вот, это внутренняя, получается, среда, вот, это тканевая жидкость. Вот, вот, она вошла обратно в кровеносный сосудик, она снова стала частью крови, вот, кроме того, она, эта тканевая жидкость, может всосаться в лимфатический капилляр, вот, в капилляр лимфатической системы, и она будет называться лимфой. Вот так вот, опять же, наши жидкости, жидкости нашей внутренней среды, о которых мы с вами говорили на прошлом уроке, вот так вот они циркулируют, вот так вот они сообщаются друг с другом. А в целом, в целом, это вот жидкость нашей внутренней среды. Вот, и здесь, опять же, на этой картинке мы видим, как, вот, как устроена лимфатическая система, вот, мы видим, опять же, что в лимфатической системе есть такие вот узелки, вот, называются лимфатические узлы. Наверняка про лимфатические узлы вы уже слышали. Вот, они у нас есть в подмышках, они у нас есть под клодкой, они много где есть, вот, собственно, на картинке они отмечены. Вот, вот, в лимфатических узлах достаточно много защитных клеток организма, лимфоцитов, о которых мы с вами говорили в прошлый раз, на прошлом уроке. Вот, и лимфа, проходя через эти лимфатические сосуды, вот, опять же, как я уже сказала, очищается от патогенов. Вот, потому что лимфоциты сканируют, так сказать, ее на предмет болезнетворных, чужеродных, вот, неподобающих веществ и организмов. Вот, и, соответственно, опять же, после того, как вот эта вот жидкость в составе лимфы очистилась, вот, от всего патогенного болезнетворного, вот, вот, она впадает в вену и, опять же, идет, идет в сердце. Вот, и становится кровью, опять же, лимфа, которая впадает в вену, вот, становится кровью, превращается в кровь. Вот, так, кроме того, вот, вопрос на сообразительность. Вот, посмотрите, пожалуйста, еще раз на эту картинку. Вот, как я уже сказала, вены здесь отмечены синим цветом, вот, артерии отмечены красным цветом, вот, и еще желтеньким цветом отмечен, вот, вот, этот вот ствол лимфатического сосуда. Вот, а попробуйте найти еще, какие сосуды здесь отмечены не синим, не красным и не желтым. Попробуйте найти. Вот, найдете вы. Ну, то есть, получается, что мы видим, что обычно на картинке, значит, красненькие сосуды разветвляются и сразу же впадают в синенькие. Вот, а синенькие, опять же, принимают на себя разветвленные красненькие. Но есть один сосуд другого цвета, фиолетового, вот, который, вот, выпадает из этой закономерности. Попробуйте, вот, его найти и напишите, где он расположен. И, может быть, даже увидите, как он называется. Вот, если не найдете, ничего страшного. Вот, вот, но такой вопрос на сообразительность и на внимательность. Сосудики не красные и не синие. Да, да, в кишечнике, правильно. Если точнее, то от пищеварительной системы до печени. Вот, это не сам кишечник, да, это сосуды. Сосуды, вот, это сосуды, вот, которые начинаются от органов пищеварительной системы, правильно. Это называется система воротной вены. Вот, мы видим, да, что, опять же, в кишечник приходят артерии, приходят капилляры с артериальной кровью, насыщенной кислородом. Вот, а от кишечника забирают, соответственно, вот эти вот капилляры системы воротной вены, все те вещества, которые у нас в пищеварительной системе, соответственно, образовались и которые в нашу кровеносную систему всосались. Понятно, что из того, что к нам в пищеварительной системе, у нас в пищеварительной системе оказалось, вот, там могут быть токсичные вещества, вот, могут быть ядовитые. И здесь, собственно, встает печень, вот, выходит на сцену, которая очищает, соответственно, кровь от токсичных, от ядовитых веществ. Вот, функция печени детоксикация, разрушение токсичных веществ. Вот, получается, что перед тем, как венозная кровь от пищеварительной системы попадает в сердце, вот, и дальше, соответственно, в ткани, вот, она проходит очистку. Очистку в печени. Система воротной вены. Вот, капиллярчики собрались в воротную вену от пищеварительной системы. Вот, воротная вена впадает в печень. Вот, в печени происходит очистка, вот, соответственно, детоксикация от ядовитых веществ. И уже очищенная кровь, как мы видим, впадает в нормальную вену, в синенькую, впадает в сердце. Вот, для чего это делается? Печень, опять же, у нее функция детоксикации, вот, она к ядовитым веществам, что называется, привыкла. А вот в головной мозг эти самые ядовитые вещества допускать ни в коем случае нельзя. Получается, что уже очищенная кровь впадает в сердце, вот, потом она насыщается кислородом. И только после этого без, ну, подразумевается, что без ядовитых веществ она уже идет к тканям, к органам, и в том числе к головному мозгу. А вот, очищенная, без всяких токсинов. Опять же, это не означает, что печень может все-все-все-все-все вообще обезвредить. Вот, у нас печень не всесильная, вот, но базовые, вот такие вот фоновые, обычные дозы токсичных веществ, вот, она выдержать может. Хотя, конечно, печени от этого не сладко, вот, потому что в печени очень много других функций, кроме детоксикации, вот. И чем меньше ядовитых веществ мы будем ей давать, тем дольше она у нас прослужит, тем дольше, соответственно, прослужит наш организм. Это что касается печени. Про печень мы тоже будем говорить подробнее, когда придем к пищеварительной системе. Вот, а дальше у нас с вами строение сосудиков. Здесь на картинке мы видим, как устроены наши артерии, вены и капилляры. Вот, артерия отмечена под буквой В, вот, вена под буквой А и капиллярчик под буквой В. Мы видим, что капиллярчик – это самые-самые тоненькие сосуды, вот, у них очень тонкая стенка, буквально из одного слоя клеток. Вот, потому что в капиллярах кровь, соответственно, двигается очень медленно, и крови, опять же, точнее, плазмой крови нужно из капилляров выходить. Вот, кроме того, опять же, через капиллярчики, вот, происходит газообмен. Поэтому капиллярчики у нас и должны быть такими полупроницаемыми, для того, чтобы, собственно, выполнять свою функцию. Вот, под буквой В у нас отмечена артерия. Вот, вы видите, что у нее очень-очень толстые стенки. Синим показано, вот, тот самый, однослойный, такой вот, одинарный слой клеток. Вот, однослойный эпителий, вот, который есть и в капиллярах, и в артериях, и в венах. Вот, и красненьким таким вот толстым слоем, вот, показана такая плотная оболочка артерий. Почему они такие толстые, почему они такие прочные? Вот, тоже вопрос на сообразительность. Попробуйте ответить. Вот, если не догадаетесь, не страшно. Вот, но попробуйте сообразить, почему артерии у нас настолько толстые и гораздо толще, чем вены и капилляры. Кто ответит? Подумайте, какая кровь течет по артериям и какая кровь течет по венам. Вот. Ну, если не догадаетесь, понятно, что я расскажу. Вот, это, так, не-не-не-не-не, по артериям венозная кровь только, когда мы малый круг кровообращения рассматриваем. Вот. А, как правило, если мы говорим про большой круг, по артериям артериальная. Вот. Ну, собственно, поэтому они так и названы. Вот. Вот, когда у нас большой круг кровообращения от сердца к органам, у нас по артериям течет артериальная кровь, насыщенная кислородом. Вот. А венозная, она только когда от сердца к легким. Там, да, там легочные артерии, вот, но венозная кровь. Вот. А, вот, это что касается именно малого круга. Да, я рада, что вы запомнили то, что я вам сказала. Вот. По артериям в большом круге кровообращения идет артериальная кровь, вот, насыщенная кислородом. Вот. И ее мощным таким вот выбросом, вот, мощным толчком выбрасывает сердце, сердечное сокращение. Вот. Попробуйте еще немножко догадаться, почему, зачем артериям такие толстые стенки, вот, и почему в венах стенки гораздо тоньше. Не говоря уже о капиллярах. Вот. Что именно, для чего такая прочность, что именно им нужно выдерживать вот этой вот прочностью. Вот. Если не догадаетесь, не страшно. Вот. Это не школьная программа, вы этого вполне можете не знать. Ну, ладно. Вот. Я тогда отвечу. Вот. Отлично. 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 Я очень рада. Да. Да. Именно в артериях. В артериях кровь течет под большим давлением. Да. Я рада, что успела ответить, пока я не произнесла. Вот. В артерии кровь выбрасывает сердце, вот, очень мощным сокращением. Вот. И, собственно, вы помните, что мы можем измерять пульс, вот, пульсирующая кровь по артериям, вот, под очень большим давлением. Вот. Те самые 120 миллиметров штутного столба, вот, это сильное, вот, давление, это давление крови на стенки сосудов, вот, и понятно, что сосуды вообще должны быть прочными, чтобы банально не порваться под таким напором. Вот. Именно поэтому, да, в артериях такие мощные стенки, вот, для того, чтобы, опять же, под таким напором не разорваться. В венах напор уже гораздо слабее, вот, потому что кровь в процессе тока, вот, естественно, замедляется, вот, в венах уже напор гораздо меньше, вот, а в капиллярах, вот, соответственно, в мелких-мелких-мелких сосудиках напора вообще почти что нет. Он весь теряется. Вот. Поэтому, вот, артерии у нас самые-самые тоненькие, а артерии... И самые-самые толстые, да. Я рада, я очень рада, что ответили на вопрос, вот, потому что действительно несообразительность, вот, и действительно такой он непростой. Вот, значит, что касается вен, еще один момент. Значит, значит, в артериях кровь двигается под действием вот этого вот сердечного сокращения, сердечного выброса. Вены у нас, опять же, к тому моменту, как... Давайте вернемся еще раз к той картинке. Картиночка. К тому моменту, как артерии разветвились на капилляры, весь вот этот вот напор уже исчез. С током крови, вот, напор постоянно уменьшается, уменьшается, уменьшается. Вот, вот трение о стенке, собственно, сосудов. Вот, сердечное сокращение их больше не гонит никуда. Вот, и к тому моменту, как кровь собирается в вены, вот, сила вот этого вот сердечного сокращения их уже не особо подталкивает. Да, можно сказать, что их подталкивает новая порция артериальной крови, которая, что называется, наступает на пятки. Вот, да, их в каком-то смысле втягивает сердце, потому что, опять же, кровеносная система замкнутая. Вот, кровь из сердца вытолкнула, и, соответственно, она должна в сердце всосаться по венам уже. Но, опять же, по венам кровь бежит уже гораздо ленивее, вот, сердечное сокращение ее почти что не подталкивает. И здесь, вот, очень важные, для того, чтобы кровь по венам все-таки бежала туда, куда надо, вот, а если, опять же, так мы еще раз вернемся к этой картинке. Вот, мы видим, что от нижней части тела по вот этой вот синенькой вене кровь бежит, вот, мало того, что ленивая, так она еще и бежит против силы тяжести. Она бежит наверх, потому что сердце у нас наверху, а ноги у нас внизу, и, соответственно, многие системы органов у нас тоже находятся ниже сердца. Вот, крови надо бежать наверх, чему она так не особо рада. И, чтобы по венам кровь бежала все-таки вперед, а не назад, вот, как лыжи без носичек, вот, мы видим под буковкой А, что в венах расположены специальные клапанчики. Вот, получается, что эти клапаны могут пропускать кровь вперед, ну, то бишь, наверх, соответственно, вот, и не могут ее пускать назад, то есть вниз. Ну, вот, для того, чтобы по венам кровь все-таки текла туда, куда надо, а не туда, куда ей хочется. Вот, сила тяжести, вот, эта штука достаточно сильная, вот, и вниз, в общем-то, кровь бежит довольно легче, нежели наверх. А получается, что если наши мышцы работают, вот, они кратковременно, сосудики сдавливают, важный момент, что полезно именно кратковременно. Вот, мы про это поговорим еще чуть попозже сегодня. Вот, кратковременно сдавливают мышцы наши сосудики, кровь проталкивается вперед, мы это видим на картинке. Вот, мышцы сжали, вот, кровь протолкнулась вперед, отлично. Вот, мышцы расслабились, вот, кровь обратно выйти не может, вот, соответственно, ждет, пока ее подтолкнут сокращение мышц выше. И здесь очень важный момент, что эти самые сокращения мышечные должны быть обязательно кратковременными, вот, и сменяться расслаблением мышц. То есть, мышцы, нормальная мышечная работа, это сократились, потом расслабились, сократились, расслабились. Как при ходьбе, предположим, как во время выполнения какой-то активной работы, в спортзале, наконец. Вот, когда мышцы напрягаются очень долго, там, 10 минут, 20 минут, больше, это для них вредно. Поэтому, соответственно, полезно активно двигаться, вот, и вредно. Слышали, наверное, такое понятие, как статическая нагрузка на мышцы. Вот, это не полезно для мышц, и это очень не полезно для сосудов. Наша сидячая работа, к сожалению, это, вижу вопрос, расскажу, вот, это, собственно, не очень хорошо, вот, и для наших мышц, которые спазмируются и начинают болеть, вот, и для наших сосудиков, вот, где затруднен кровоток. Вот, значит, вопрос, что будет? А вот смотрите, вот, мышцы сжаты, вот, уменьшается просвет сосудиков, и они в таком состоянии находятся долго-долго-долго. Ухудшается циркуляция крови. Вот, вот, то есть она не нормально проталкивается вперед-вперед-вперед-вперед-вперед-вперед. Вот, кровоток нормальный затруднен, особенно по венам, особенно на ногах. Потому что, опять же, на ногах венам и так тяжело гнать кровь наверх, вот, так им еще и постоянно спазмированные мышцы мешают. Вот, им становится совсем грустно. Вот, мышцы, опять же, спазмируются. Это тоже для них не полезно, вот, потому что они, ну, мы с вами мышцы уже проходили, вот, сокращение расслабления, сокращение расслабления. Когда они постоянно сокращены, наступает такой момент, когда они уже не могут расслабиться. Вот, просто потому что начинается сбой, вот, в этой вот системе сокращения и расслабления. Когда мышцы сокращены слишком сильно, вот, и слишком долго, у них уже вылетает вот это вот свойство расслабиться. Они сами расслабиться не могут. Вот, вот, мышечный массаж, вот, как раз для этого и предназначается, вот, чтобы, что называется, силком расслабить те мышцы, которые самостоятельно расслабиться уже не могут. Вот, просто потому что они в таком вот авральном режиме привыкли работать и у них, вот, все время сокращенный режим. Вот, вот, так что это не очень хорошо, вот, опять же, это нехорошо для мышц, это нехорошо для наших сосудов, вот, но это в конечном итоге нехорошо для нашего организма. Вот, поэтому, вот, понятно, что от сидящей работы нам, как правило, никуда не деться, вот, но устраивать себе хорошую физическую нагрузку в плане, опять же, когда мышцы сокращаются, расслабляются, сокращаются, расслабляются, сокращаются, расслабляются, это полезно и важно для того, чтобы мышцы могли выдерживать такую вот сидячую концентрированную статическую нагрузку, для того, чтобы, соответственно, они не так сильно сдавливали вены, для того, чтобы, наконец, мышцы были пронизаны сосудиками, вот, и мышечная ткань оставалась в нормальном физиологичном состоянии, даже когда мы долго сидим, вот, нормальная нагрузка на мышцы, вот, с таким вот попеременным сокращением, расслаблением, сокращением, расслаблением, вот, она помогает нам справиться даже с сидячей статичной нагрузкой, если мышцы в хорошем состоянии, вот, если они пронизаны тоже капиллярчиками, вот, что касается сосудов. Так, да, я еще уточню, вспомнила, что, значит, несмотря на то, что на этой картинке мы снова к ней возвращаемся, про систему воротной вены, очень важный момент, вот, здесь показана воротная вена только от кишечника, это не очень корректный рисунок, к сожалению, хотя он из учебника, вот, из школьного учебника, на самом деле система воротной вены идет от нескольких, от разных органов пищеварительной системы, вот, еще от желудка, вот, еще от селезенки, вот, но для простоты ее иногда рисуют только от кишечника, вот, просто вы запомните, вот, что, соответственно, та самая воротная вена, вот, идет из разных частей пищеварительной системы, вот, не только кишечника, но еще и других, вот, так, это лирическое отступление, вот, вот, а мы с вами рассматриваем подробнее дальше сердце, вот, сердце, как я уже сказала, у нас работает как насос, вот, само слово сердце, вот, происходит от слова середина, вот, оно у нас располагается, в общем и целом, вот, по центру, вот, немножечко, чуть-чуть оно смещено влево, вот, но, в общем-то, в основном, вот, в целом, оно расположено по серединке нашего организма, вот, здесь показано, как вообще, вот, наше сердце расположено в грудине, вот, под ребрами, вот, под ребра, опять же, защищают его, вот, мы с вами говорили уже, что функция костей не только опорно-двигательная, но и защитная, вот, пожалуйста, классический пример, вот, ребра, такой, можно сказать, костяной, вот, такая костяная оболочка, которая защищает, вот, легкие и сердце от каких-то внутренних, внешних, точнее, повреждений. Вот, размеры сердца приблизительно равны размерам кулака, вот, и, так, на следующей картинке мы посмотрим, вот, как оно выглядит поподробнее, вот, а на этой картинке, вот, мы видим сердце в разрезе, вот, вот, и стенка сердца достаточно мощно основана, это очень прочная, опять же, мышечная ткань, называется она миокард, вот, мио-мышца, карт-сердце, вот, слой сердечных мышц, вот, вот, опять же, мы помним, что сердце выталкивает кровь, вот, и оно тоже должно быть очень прочным для того, чтобы не повредиться, вот, мы знаем, что, в общем-то, повреждение вот этого вот миокарда, называется инфаркт миокарда, вот, разрыв сердечной мышцы, это очень опасно для организма, для человека, вот, и, соответственно, строение сердца такое, чтобы в нормальных условиях оно вот это вот давление крови выдерживало. И сердце у нас состоит из четырех камер, для того, чтобы оно могло вот эти вот два круга кровообращения, получается, организовать и вытолкнуть. Вот, значит, кровь, после большого круга кровообращения, вот, венозная кровь, опять же, по полой вене, вот, попадает в предсердие сердца, вот, опять же, когда мы куда-то заходим в дом, мы попадаем сначала в предбанник, вот, и кровь, опять же, вот, после тканей, после органов тоже попадает в предсердие, вот, и после, ну, давайте, давайте даже, наверное, начнем с большого круга кровообращения, вот, значит, от легких, вот, от легких, насыщенная кислородом кровь попадает тоже в предсердие, вот, из предсердия она перетекает в сердечный желудочек, в левый желудочек, вот, из желудочка уже попадает в аорту, в крупную артерию, бежит, 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 бежит по большому кругу кровообращения, вот, значит, после большого круга кровообращения она попадает в вену, вена впадает тоже в предсердие, вот, в предсердие, в предбанник, вот, и, соответственно, это уже правое предсердие перетекает в правый желудочек, вот, от которого кровь двигается к легким, в легких она насыщается кислородом, возвращается к сердцу, попадает в левое предсердие, вот, из предсердия перетекает в желудочек, в левый желудочек, из левого желудочка опять же в аорту, вот, право-лево тоже можно запомнить, поскольку сердце у нас расположено слева, вот, оно сдвинуто чуть-чуть левее, вот, аорта у нас тоже находится слева, вот, мы в очередной раз смотрим, вот, на эту картиночку, вот, здесь человечек этот стоит лицом к нам, вот, поэтому то, что на картинке справа, на самом деле слева, вот, аорта, вот эта вот красненькая по центру, такая толстая мощная артерия, вот, человечек стоит лицом к нам, вот, она у него расположена слева, вот, вот, и, собственно, вы свое сердце тоже можете почувствовать по этим сокращениям, оно у нас слева, и аорта тоже слева, вот, важный момент, что сердце тоже насыщается кровью, вот, есть специальная, для него венечная или коронарная артерия, которая опоясывает само по себе сердце, вот, она отходит от аорты, вот, она питает кровью, вот, мы видим на этой картинке, что само по себе сердце тоже оплетено кровеносными сосудиками, тоненькими, кровеносными капиллярчиками, сердце тоже необходимо питать кровью, естественно, потому что мышцы там работают, потому что им требуется очень много кислорода, питательных веществ, вот, и питание сердца, это вообще очень важная штука, вот, из клинической смерти людей выводили, вот, оживляли им сердце, как раз тем, что в аорту впрыскивали, вот, мощные питательные вещества, которые попадали, вот, именно в эту самую сердечную, венечную коронарную артерию, вот, его питали, вот, и тогда сердце, которое уже останавливалось, вот, оживало, и, соответственно, человек из клинической смерти выходил. Поэтому венечная артерия или коронарная артерия, вот, артерия, которая питает сердце, это очень-очень важный сосудик. Так, ну и напоследок, вот, опыт итальянского ученого Анджела Мосса, вот, вот, он уравновесил человека, вот, на очень-очень чувствительных весах, вот, это такая задачка на движение крови, вот, по нашему организму. Вот, получается, что, значит, живой человек, вот, он лежит на этих чувствительных весах, вот, не колеблется, вот, ни в одну сторону, ни в другую, но когда вот этот вот итальянский врач предложил человеку, лежащему на весах, решить сложную задачку арифметическую, его голова стала опускаться вниз. Вот, тоже попробуйте догадаться, почему, вот, что произошло, почему, соответственно, масса головы внезапно стала больше. Тоже вопрос на сообразительность. Вот, собственно, на этом мы закончим. Как вижу, что печатаете, да. Да, именно так, начала приливать кровь. Вот, мозг заработал активнее. Да, вижу, вижу, вижу ответы. Отлично, я рада. Вот, мозг заработал активнее. Вот, туда потребовалось повышенное количество кислорода и питательных веществ. Вот, кровоток заработал туда активнее. Кровь прилила, голова стала тяжелее. Вот. Это про, получается, движение, да, движение крови по нашему организму. Вот, про кровь, про кровоток мы еще продолжим на следующем занятии. Вот, сейчас нам пора уже заканчивать. Вот, традиционно список использованных источников информации. И спасибо за внимание. Через неделю увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует...